добрый день дорогие друзья с вами серафима морозова и я представляю наш канал здорово с нами на котором мы знакомим вас со здоровительными практиками как можно быть здоровым и лечиться дома сегодня я хотел бы вас познакомить с лечебными клизмами очень часто я вот назначаю клизмы и народ не знает как делать и чтобы от это не говорить не говорить одно и то же я хочу вам рассказать не показать а рассказать как это приготовить и из чего самое обычное что мы используем это у нас вот я например показываю аптечную чтобы хорошо запомнили да не показывает арма цвет это аллы трава потом фото выложить вот она у меня блестит очень красиво интересно и хорошо еще использовать обычный чеснок можно использовать бессмертник а бессмертики потом отдельно поговорю и можно использовать пижму но как из делать тройчатку вот мы делаем тройчатку да это будет отдельное видео я прямо его покажу про как делать как готовить как приготовить в пакетиках и носить с собой чтобы было удобно или даже как можно делать вот катушки как у меня делать моя подруга наша она меня научила тогда же намного удобнее и очень просто принимать то есть не надо ничего такого хоп и проглотила так что такое лечебная клизма почему мы ее делаем и когда мы ее делаем любую лечебную клизму мы делаем только после очистительной клизмы как делать очистительную клизму у нас есть отдельном видео его посмотрите пожалуйста там вот прям объясняется как делать очистительную клизму лечебная клизма делается не сразу после очистительной потому что если вы сразу ее сделаете она у вас выльется а нам нужно чтобы лечебная клизма все таки немножко было внутри организма и делала свою работу если вы будете делать чеснок вы чистите взрослому с большим весом можно головку чеснока очистить нарезать не надо давить и залить кипятком вот такой например стакан берете заливаете или чашка заливаете ну 300 грамм не больше закрывайте крышечкой и настаивайте минимум час можно всю ночь но минимум час потом процеживаете через сито и вот это будете вводить здесь уже не обязательно вводить кружка эсмерха потому что стакан кружка эсмерха не вести можно вести есть такие знаете клизмы вот груша для клизмы или можно вести шприцем 20 граммовый шприц например но это будет долго 10 раз все-таки ручной грушей мы делаем лечебные клизмы и заливаем детям мы заливаем шприцем потому что им 20 грамм максимум но детям кстати чеснок не надо такую головку даже среднему человеку средним весом надо вот пол головки а детям два-три зубчика очень маленьким детям даже можно один зубчик ну на меньше чем полстакана то есть вы детям маленьким можете сделать 10-20 грамм грудничку делайте один зубчик на чуть-чуть он тоже получается концентрированный понимаете да и заливаете идти 10 граммовым шприцем без иголки конечно смазываете анус или мылом или помыли мылом дата зато защелась потом смойте или маслом или вазелином и просто иголку без лица вставляете и аккуратно водите потом затыкайте ваткой чтобы не вылилось если она побудет внутри десять-пятнадцать минут это будет очень хорошо я как-нибудь выложу видео у меня есть одна была у нас одна дама на консультации и она приводила ребенка это конечно я просто не знаю есть а сохранился мне или нет надо смотреть это было в саду мы тогда были как раз на погружение в черноколовке к нам на консультацию приезжала женщина она собиралась к нам на погружение в махачкалу в апреле но у нее ребенку ее старшему поставили рак мозга что он сказал у ребенка рак мозга что младший был вообще просто ему 6 лет и он весил 9 килограмм и был маленький и худой и вот он сосал палец прямо даже не так вот так засовывал себе руку и когда мы ему дали как раз вот заваренный полынь я ему сделала клизму чесноком и дала ему дёготь с медом он уснул и проспал мать была спит потому что все время орет а здесь потому что мы его немножко потистили вот ему сделали клизму как раз полынью потом я ее смешала вместе с чесноком всем маленькую порцию где скидала вам ребенок у него живот был как камень когда у нее спросила а делает ли она ему клизму я сказал нет а зачем именно в начале а ходит он в туалет и на раз в теле знаете вот девички ребенок ну я потом выложу это видео это ужас просто вас покажу почему нельзя так сильно верить врачам особенно в таких вот случаях когда они говорят ну что вы хотите ребенок до двух лет был нормальным два года ему сделали какую-то прививку и потом вот так незаметно ему быть до этого времени и вот пошло поехало и ребенок стал инвалидом и ему там приписали и дцп и все что хочешь но до двух лет не было дцп вы же знаете да детский церебральный паралич это чаще всего ими наносит он у нас вирусный характер сейчас и лечит его и конечно врачам это не нравится так же как врачам не нравится когда я свою старшую остыну вылетела от хронического амеролу нефрита со сморщиванием почки и у него эритроциты были все поля зрения половина были сморщены даже уже большая часть была и не заведующая вызвала к себе и сказала знаете вашего ребенок не доживет до двадцати лет вы должны быть готовы а ему то тот момент было 13 лет и она мне говорит что я хочу делать биопсию почки его за это же не лечит я пишу диссертацию мне было бы интересно что там происходит так стремительно понимаете все таки у меня есть характер я сказал знаете что это почки моего сына и я не дам разрешение ни на какую биопсию тогда я вас больше к нам не положу я тогда работала в цкб как раз а это было детское отделение это было заведующая и а я сказал не не надо я к вам положила ребенка эритроциты 35 а сейчас у него эритроциты все поля зрения в его здоровье залечили что вы такая что-то я ушла и больше в этой больнице я не ложилась и я начала потом лечить ребенка сама и слава богу я его вылечила и моему сыну сейчас 33 года он пошел в армию потому что у него вот этот диагноз сохранялся долго до 17 лет и в 17 лет нам его сняли и я как-то мог где-то об этом рассказывала что главный нефролог когда мы к нему пришли продлевать инвалидность так не бывает не бывает вот были вот такие анализы и сейчас вот такие анализы так не бывает проститутка просто сразу проститутка ну а как у тебя нету денег ты же многодетная мама работаешь с цкб это она кому-то дала и тебе такие анализы написали господи а что у меня аппарат сломался я могу еще сделать такие анализы если бы он у меня был а я вылечила сына вам не интересно как нет он не сказал мне не интересно а что это не нужно им нужны инвалиды это еще был тогда в 2002 году представляете прошло 18 лет медицина стала еще хуже за это время если тогда в цкб как-то еще был какой-то более-менее порядок то сейчас через 8 лет там полнейший бардак это в цкб я уже вдруг думал все про другие больницы которые позакрывали вот у нас на нашей улице на павлова да 72 больница 72 роддом закрыли все как будто людям не надо лечиться блин сейчас там снимать кино роддом все сериалы медицинские представляете за наши деньги ну ладно это я увлеклась это не об этом будем говорить о клизмах то мы делаем для того чтобы сделать лечебную клизму первое сначала делаем очистительную клизму и через час не раньше когда вы почувствуете что все пазы и все ушло начинаем делать лечебную она у вас должна быть уже готова заранее то есть если вы завариваете полы одна столовая ложка на стакан процеживаете и делаете с ней клизму или смешиваете или делаете чеснок если заварили на ночь то делаете с утра желательно чеснок лучше всего делать с утра то есть вы должны встать пораньше сделать очистительную клизму Или вы можете сделать с вечера очистительную. Но с вечера она тонизирует. Если вы сделаете с утра, у вас будет лучший эффект, потому что клизмы, они тонизируют. И вы будете себя чувствовать. Вы сделали очистительную клизму, потом сделали клизму с чесноком или клизму с полыней с чесноком. Можно их смешать. Это очень хорошо. Как мы делаем? Мы берем, я говорила, да, мелко режем, не давим, заливаем, потом через ситечко процеживаем. Это у нас лечебные клизмы. Еще можно делать лечебные клизмы с АСД. То же самое мы берем стакан. В стакан добавляем 4 мл АСД. Точно так же кружку и заливаем. Или можно делать лечебные клизмы. Много с чем можно, с чем угодно. Можно делать его и с имексидом, и с егидинолом. Очень хорошо Елена Сергеевна рекламирует ставить шприцем репосол. Я его не делаю, потому что я от него ничего не чувствую. Я сколько была на погружении, там, пожалуйста, делай. Я от него не чувствую. Там Середкин говорит, вот моя голова лучше. Я не знаю, моя голова. Вот так нормально. И без репосола. Я их не делаю и никому не рекомендую. Потому что пусть вот Солдовниковая продает свой репосол и сама его рекламирует. Пусть они его и сюда, и туда, и куда хотят. Я его только колю. И то потихонечку от него ухожу. Что еще можно делать? Лечебные клизмы. Для чего мы их делаем? Деготь можно делать. Ванус. Но нельзя делать деготь, если ты не пропил антипаразитарку. Потому что паразиты снизу начнут поднимать верхние. И бывают такие случаи, что они даже выходят изо рта. Иногда они выходят на хиджами. Даже есть такие случаи, когда делают хиджами и вытаскивают аскориду. Представляете? Ну, это уже когда организм просто загажен. Загажен. Иногда они выходят и из рук, и из ног, и даже из глаз, и откуда угодно. Это ужас. Когда вот кишечники забиты, можно в интернете поискать, посмотреть ролики, когда там прям спагетти. Но мы о таких случаях не будем говорить. Мы будем говорить вот обычный, средний, загаженный человечек. Что еще очень хорошо делать? АСД, когда вы делаете, у вас даже может быть такое кровянистое выделение. Это нормально, потому что слизистая будет очищаться. Очень хорошо лечебные клизмы, упаренные мочой. У меня есть один коллега, Дима, когда я ему говорю, он мне говорит, там у человека поперли эти, я говорю, упаренная моча. Не говори мне слово упаренная моча. Это надо ее упарить, с одного литра сделать стакан, то есть в четыре раза, да? И потом еще с этим работать. Это жуткий запах. Я ни за что не согласен. Ну, если вы хотите, особенно у кого хронические запоры, хронический коллег, болезнь крона, вот им больше всего подойдет микроклизма, упаренная мочой. Это будет, она, конечно, убойно действует, очень больно, очень все такое, но вот небольшое количество и выгребает все. То есть, что дают у нас лечебные клизмы? Мы сначала чистим, и потом нам надо наш организм чем-то накормить. Чем хорошо у нас? Анус. Там у нас геморроидальные вены, геморроидальные сосуды, и там очень быстро впитывается, и оно напрямую идет в печень. И все, что мы даем, заходит до печени быстро. Другим способом оно. Ну, у нас есть ректальные капельницы и с перекисью водорода мы делаем, и с аксониям делаем, и с димексидом делают ректальные капельницы, и с виденолом. Это ректальные капельницы. А вот это лечебные клизмы. Это немножечко другое, потому что ректальные капельницы все-таки ставятся капельно, капельницей. А лечебная клизма, она делается именно груши или шприцами. если вы начали делать клизмы лечебные он дополнительно я бы совсем советовала и на голодание и вообще вот так вот если есть возможность купите себе пластиковую бочку она недорогая не так вот у меня подругой в дании там бешеные деньги не могу купить у нас она стоит от 1000 до двух с половиной тысяч рублей вы берете пластиковую бочку есть зеленые такие квадратные там писала у себя на сайте а есть круглые ну квадратная конечно удобнее потому что в неудобнее залазить удобнее выходить если вы еще снизу сделать экран и будете сливать если есть у вас куда я просто вся дома приспособила когда мне делали там ремонт и канализацию прямо мне выход сделали и я туда сливаю прям с бочки очень удобно а потом уже в бочку переворачиваю и мою а вот соленые бочки это лучше чем соленые ванны потому что другая площадь она не так быстро остывает и ну это если у вас есть ванна конечно не надо вам заморачиваться на бочке но очень часто в деревне у многих или на даче нету никакой дать бани о вернее в ванной поэтому используйте ванну отдельно про соленые бочки посмотрите отдельно ролик очистительные клизмы сделали делаете лечебную клизму вот с такими еще раз напоминаю полы чеснок можно чистотел можно гвоздика можно пижма можно вообще с любой травой но вот эти у нас идут антипаразитарные асд у нас это адаптоген против вирусный аксонии это против вирусный димексид противомикробный варенная моча от всего делайте лечебные клизмы пишите ори давайте свои отзывы на заходите на наш сайт делитесь нашим видео спасибо спасибо